Попасть в девятку ученикам спортивного лицея удается не сразу. Класс юным спортсменам показывает ветеран крыльев советов Валериан Панфилов. Учтите, что я уже не местующий футболист, но иногда приходится и не умечу. В спортивном лицее футболом увлекаются и дзюдоисты, и легкоатлеты, но есть и профессионалы. Тельман Мавсесов этим видом спорта занимается с девяти лет. Вратарь в свои четырнадцать уже подписал контракт с клубом крылья советов. Футбол очень сильно помогает развивать дисциплину. Дисциплину даже не в плане на футбольном поле, а в плане жизни, потому что у нас поездки, турниры, ты не можешь быть недисциплинированным. Возможности открываются перед человеком. Не только в футбол, а вообще в спорте. Я бы не стал отделять футбол от спорта. И это путь, на котором человек борется именно с самим собой. Он борется со своей ленью, со своей усталостью. И преодолевая это, он, конечно, становится лучше. Спортивное мастерство игроки оттачивают на футбольном уроке. Такие в преддверии чемпионата мира проходят в школах, в городах-организаторах. Также встречи с учениками проводят представители волонтерского центра. Когда была основана Всемирная федерация футбола, какой стадион самый вместительный, что город получит в наследство после турнира. Об этом специалисты рассказывают детям. А тем, кому на момент чемпионата исполнится 18 лет, предлагают стать волонтерами. У нас сейчас проходит, во-первых, локальная информационная кампания по привлечению волонтеров, а также мы сейчас осуществляем отбор и уже подготовку волонтеров. Сейчас у нас совсем скоро, в начале сентября месяца, стартует этап интервью, когда к нам смогут люди приходить в центр и беседовать с рекрутерами. Чтобы проверить, насколько хорошо школьники знают историю и правила футбола, для них провели спортивную викторину. Тем, кто справился с заданиями, вручили памятные подарки. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.